Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 12 декабря. Блогеры из Перми. Высший сотрудник КГБ. Бессонов и СБИЧ. Но все-таки мы возвращаемся к приветствию блогера, потому что там просят ребята, что это наиболее оптимальный вариант. Друзья мои, сегодня 30 лет отмечают создание такой партии, как Либеральная Неволюбинская партия или партия Шириновского. Я помню, как он на все начинал. То есть то же самое. Ведь надо понимать, что из себя представляла КПСС в конце Перестройки. Никакой левой партии она уже не была, КПСС. КПСС отказался от политической реформы. Ее начинал Сталин, кстати, пытаясь отделить государственные органы от партийных. Более того, я уже говорил, что он 13 лет вообще съезды партии не собирал. Более того, чтобы вы знались, Сталин, должность генерального секретаря ВКБ была отменена в 1934 году. И с 1934 по 1941 год, по май, когда он стал представителем Совета Министров, Совета Комиссаров тогда был, премьер-министров. Вот здесь 7 лет, год репрессии, он был секретарем ЦК, по КПБ, то есть рядовым их там 10 было. То есть, ну, отказались от политической реформы. Во многом поэтому он был отравлен, потому что на последнем съезде, в 1942 году, говорят, он заговорил о политической реформе. Но дело не в этом. И партийная бюрократия, она дотянула до такой степени, что... Ну, вспомните, чем закончилось, да? В 1967 году создали политическую полицию, по, так сказать, заданию Суслова-Андропов создавал 5-е управление, правление Конституции 1977 года, где вообще была однопартийная система закреплена в Конституции, в статье 6-й. Ну и вот, когда начались реформы, более того, ведь система была настолько разложена. То есть, если хотите, общественное общество настолько не готово было никаким реформам, что никаких политических партий близко не было. И за это в тюрьму сажали, понимаете? Была антисоветская пропаганда, и за это сажали в тюрьму. И я знаю процессы, когда люди пытались создавать партии. Более того, там даже марксистов сажали, Горлицкий, кстати, полтора года посидел в тюрьме по-антисоветской. А они же были марксисты, ну, альтернативные марксисты. Вообще, ученые говорят, социологи и историки, что в КПСС в последние годы уже можно было выделить 20 групп, которые могли претендовать на партию. Причем спектр там был от ультраправых полуфашистских до ультралевых анархических и так далее. То есть, вот она что из себя представляла. То есть, это никакой партии не была. И я вам больше скажу, что когда было принято решение о политических реформах, то ведь ККБ уже создавало все эти народные фронта, в Прибалтике и так далее, создавало, потому что люди не могли создавать, потому что они все были на учетах, все, так сказать, все были в наручниках, все посетили, но это ненормально. И Жириновский, когда вот начались митинги, началась вот эта либерализация политической жизни, вот он просто активистом был на митингах. Он активничал. Причем он болтался там везде. И в еврейском конгрессе он был, и где только не было. И потом, когда уже создавали партию, он вошел в эту партию. Не он был инициатром ее создания. Ну, просто, кстати, там, чего он, что называется, все это, так сказать, там, власть забрал под себя. Ну и потом, ну, там не было, конечно, никакой либеральной идеологии. Близко не было. И, так сказать, наши партии, к сожалению, к идеологии никакого отношения не имеют. Да, и его почему-то называли ультраправым. Нет, как раз ультраправые в 93-м году это были Баркашовцы. Да, это было, причем там же реально было. ФСБ тогда реально их финансировало. Специально покупали им форму для того, чтобы перед Верховным Советом они ходили в фашистской форме. И Ельцин говорил Западу, американцам, что вот если уйду я, то придут коммунисты и придут эти фашисты. Берегитесь и так далее. И тогда это все была подстановка. Это все была игра такая, на публику рассчитанная. И Жилевский в этом плане мог отдать тоже. Да, у него была своя риторика. У него был свой литерат. Он понимал, что популизм, так сказать, такая жесткая риторика. Она ему, и она доловала ему очки. Он, кстати, даже выигрывал, так сказать, выборы и так далее. То есть ему это должен. Я вам хочу сказать, что он никакой не сумасшедший. И никакой он, что называется, не популизм. Он очень тонкий прагматик. Но опять же, я еще раз говорю, что все-таки феномен Жириновского, он обосновывается тем, что в стране никогда не было политических партий. На безрабье рак рыба. В принципе, вот то, что делал Жириновский, должен делать любой гражданин. У нас огромное количество умных, талантливых ребят, людей. Должны в рамках закона создавать партии, идти в парламенты. Ну, ради бога, пожалуйста, если вы хотите реализовать свои конституционные права. Но, к сожалению, Ельцин, отменив выборы 1996 года, расстрелял в Верховный Совет, фактически всю систему законсервировал. Ну, а Путин фактически ввел цензуру и запретил любую политическую деятельность. И так далее. Поэтому, уверяю вас, эта система рухнет неизбежно уже буквально на днях. И у нас появятся новые свои политические партии. Левые и правые. Но, конечно, прегратива и перспектива левая. Россия левая, и поэтому есть смысл создавать партии, формировать политические движения именно в левом аспектре. Потому что правые партии, они в России не могут существовать. Это совершенно очевидно. Вот, пожалуйста, крупная буржуазия, правая партия, единая Россия, наш дом России, вот эти все, которые были. Тем выбор. Но они довели страну до полного цунгонтора. Поэтому Жириновский понял вовремя, так сказать, те, так сказать, аспекты, которые были в стране. Ну, и мы тоже. Но мне сложнее. Я вот с провинции все это начинаю. А Жириновский в Москве тогда, конечно, тогда были митинги. Демдвижение поднимало огромные, так сказать, митинги. Жириновский там выступал, он юрист. Он прекрасно знает языки. Ну, в этом плане он до сих пор конкуридирует. Ну, ему полегче. И вот я не менее феномен вот этой партии. Я помню, как они смеялись. Ну, так ведет себя любой политик в любой нормальной стране. И вот задача привлекать внимание. Ну, где-то, отчасти, популизм заниматься где-то. В этом нет ничего зазорного. Он не должен нажать закон. Братья Бога. Очаровывая граждан. И даже, к сожалению, Гитлер пришел к власти по последствиям выборов. Ну, это я не сравниваю, конечно. Не годится. Поэтому вот такая ситуация. Но все равно у нас будет политическая система. Мы будем создавать политические партии. Вот мы с вами будем создавать политические партии. Тоже, возможно, как вариант. Но плохо или хорошо, но на меня подписано 3-4 тысячи человек. Прошу вас, подписывайтесь. Приглашайте родственников, близких, детишек. Почему? Мой канал, еще раз говорю, неразвлекательный. Да, и, так сказать, я его веду один сам, почти на коленках. И, так сказать, такой подписок, такой внимания. Я благодарен вам за это, кстати, очень. Он неразвлекательный. Там достаточно очень мало информации веселой. Поэтому, тем не менее, мы 30 лет отмечаем этой партии. Но она возникла вот в тот период, когда создавались партии. Когда были алименты политической свободы. Но потом все отменили. Но впереди нас все это ждет. У нас будут партии, движения, будут выборы. И вы, многие мои зрители, тоже будете в этом участвовать. Почему? Вы граждане, вы совершенно достойные и так далее. Будем конкурировать на выборах, в судах. Но сегодня ничего нет. Нам все это предстоит создавать заново. Спасибо, Ваше Бессону Алексею Борисовичу.